В этом видео я хочу рассказать о том, как фактически изменилась стоимость полиса ОСАГО за год с 2020 по 2021 год. Все подробности смотрите далее. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочное. В этом видео я хочу рассмотреть на примере своего полиса ОСАГО, как же изменилась стоимость страхования в 2021 году. Я напомню, осенью и в конце лета 2020 года произошел ряд реформ в системе ОСАГО. Так, к примеру, с 24 августа 2020 года были введены так называемые индивидуальные тарифы ОСАГО. Что это такое, коротко напомню, с 24 августа каждая страховая компания имеет право применять собственную систему тарификации. Она может зависеть от таких параметров, как, к примеру, стаж вождения, наличие грубых нарушений ПДД, лишался человек прав или нет, и даже вход до того, когда он родился, какое у него семейное положение, какой автомобиль, какого года выпуска, с каким пробегом, какого цвета и так далее. То есть возможен огромный ряд факторов, которые помогают, получается, страховой компании повысить точность оценки риска попадания водителя в ДТП. Именно поэтому после 24 августа прошлого года стоимость полиса ОСАГО для разных водителей существенно изменилась. Для кого-то она снизилась вниз, для кого-то стоимость даже повысилась. В особенности для начинающих водителей, а также, скажем так, для лихачей, которые часто нарушают ПДД. Вслед за этим, буквально сразу же с 5 сентября 2021 года были расширены базовые тарифы ОСАГО. Я напомню, на сегодняшний день тариф ОСАГО не является стандартным, универсальным, он создается в виде тарифного коридора. То есть Центробанк определяет минимальное и максимальное значение этого коридора для разных категорий транспорта. И, соответственно, каждая страховая компания внутри этого тарифного коридора имеет право устанавливать индивидуальный базовый тариф для каждого водителя, скажем так. Так вот, с 5 сентября прошлого года этот тариф на коридор для общественного транспорта был снижен на 5%. Для обычных легковых автомобилей физических лиц он был расширен на 10%, то есть минимальное значение стало меньше на 10%, максимальное значение выросло на 10%. И то же самое касается такси. Для автомобилей такси тариф был расширен в обе стороны сразу на 30%. В прошлом году я покупал полис ОСАГО уже после введения всех этих поправок и реформ. Это было в середине октября 2020 года. И тогда я делал расчеты. По-моему, даже про это я снимал видео, если я не ошибаюсь. Там я показывал, что лично для меня, в моем случае, стоимость полиса снизилась существенно. То есть у меня ничего не менялось, автомобиль остался тем же самым, прописка, там все остальное у меня все то же самое. И я покупал полис той же самой компании Альфа-Страхование, как и в 2019 году. Но в 2019 году, получается, полис ОСАГО обошелся мне в 5058 рублей, а в прошлом, в 2020 году, в 4213 рублей. То есть она снизилась на 872 рубля. На это повлияли три фактора. Первый фактор – это, естественно, стандартное снижение, стандартная скидка на 5% за год без аварийного вождения, так называемый коэффициент бонус-малус. Второй фактор – это то, что для республики Татарстан, где я прописан, был изменен территориальный коэффициент или коэффициент прописки по-другому. То есть он был для Татарстана снижен в прошлом году, и, соответственно, за счет этого стоимость полиса тоже немного снизилась. И третий, наиболее важный фактор – это был существенно снижен для меня сам базовый тариф страхования. Соответственно, вот эти три фактора повлияли на то, что стоимость полиса снизилась довольно-таки существенно. Итак, что же происходит в 2021 году? Буквально на днях, позавчера или два дня назад, я продлил свой полис ОСАГО, потому что он истекал сегодня, 15 октября. Соответственно, за несколько дней я его в личном кабинете того же самого альфа-страхования продлил. И в итоге полис обошелся мне в 4135 рублей. То есть, в принципе, не сильно он подешевел. То есть, немножко, там буквально на 70 рублей с копейками полис ОСАГО стал дешевле, казалось бы. Однако, по факту, на самом деле, если произвести все расчеты, окажется, что стоимость полиса не подешевела за 2021 год, а наоборот выросла. Давайте покажу, почему. Итак, давайте смотреть. Я специально для наглядности взял два электронных полиса. Вот эта таблица сверху показывает базовый тариф и коэффициенты за прошлый год, то есть в пошлогоднем полисе. Ниже поставил я, получается, под этой таблицей таблицу полиса за 2021 год. И, соответственно, здесь у нас, получается, я красным цветом обвел те данные, те значения, которые, получается, за год изменились. Обратите внимание сначала на КБМ, то есть он в прошлом году был 0,70, в 2021 году стал 0,65. То есть здесь, получается, применилась просто-напросто стандартная скидка 5% за безаварийное вождение, потому что за минувший год я не обращался за страховыми выплатами. Однако, то есть здесь, получается, ценник снизился. Обратите внимание теперь на ТБ. ТБ – это имеется в виду тариф базовый. В прошлом году тариф у меня составлял 3497, в этом году – 3696. Соответственно, все остальные коэффициенты, коэффициент территории 1,63, то есть этот коэффициент прописки остался таким же. Коэффициент возраста стажа тоже без изменений. КО – это у нас, получается, зависит от того, страховка ограничена или неограничена. Здесь у меня единица. КС – это, по-моему, коэффициент сезонности, если я не ошибаюсь, тоже единичка. КП – единичка. И коэффициент мощности двигателя, соответственно, 1,10, потому что машина не менялась, все то же самое. И, соответственно, получается, что из-за вот этого безаварийного стажа стоимость полиса стала ниже на 5%, но за счет того, что был пересмотрен базовый тариф, фактически итоговая стоимость изменилась не так сильно, как должна была бы. То есть, если обратить внимание, в прошлом году стоимость полиса была 4213, в этом году она стала 4135. То есть, порядка 70 рублей, получается, всего лишь составило снижение полиса. То есть, вот эта вот скидка за безаварийный стаж, по факту, даже больше компенсировала повышение базового тарифа. Я не поленился, посчитал на калькуляторе, если бы базовый тариф у меня остался на уровне прошлого года, то, соответственно, в 2021 году стоимость полиса была бы практически равна 4000. То есть, 4000 2 рубля составила бы стоимость моего полиса в этом году. То есть, по факту, получается, не на 70 рублей он должен был стать дешевле, а на 200 с лишним рублей. Вот такая вот информация. То есть, таким образом, получается, если смотреть только сухие абсолютные цифры, то кажется, что ценник ОСАГО за 2021 год, конкретно в моем случае, немного снизился. Однако, по факту, если вдаться в подробности, пересчитать все это дело, то окажется, что при всех прочих равных условиях стоимость полиса должна была снизиться более существенно. Таким образом, по факту, наоборот, стоимость полиса для меня даже выросла по сравнению с 2020 годом, как раз-таки за счет изменения базового тарифа. То есть, у меня ничего не менялось, аварии у меня не было, стиль вождения тот же самый, ни одного штрафа ГИБДД у меня нету, нет каких-то там злостных нарушений, правил страхования, машина не менялась, прописка не менялась. То есть, все то же самое, остался водитель тот же самый, автомобиль тот же самый, регион тот же самый, и страховая компания та же самая. Но при этом для меня почему-то по каким-то причинам базовый тариф в 2021 году стал выше. А что происходит с автострахованием в ваших регионах? Если уже вы страховались в 2021 году, напишите, пожалуйста, у кого стоимость полиса стала дешевле, дороже, либо не изменилась. Мне будет интересно посмотреть и составить более полную картину по другим регионам России и по другим категориям водителей. Спасибо всем, кто рассмотрел видео до конца. Надеюсь, информация для вас была полезной. В принципе, точно так же, как я вам показал, расчет тоже так же вы можете посчитать, сравнить стоимость полиса вашего в прошлом году, в этом году и сделать соответствующие выводы. Все, всем удачи на дорогах и всем пока!